Венгрию и Индии Индия, так и не закончив, по сути дела, полноценный матч с Арменией, также присоединилась к заветной четверке полуфиналистов. Индия затем обыграла на тайбрейке Польшу, а Россия совершенно феноменальным по накалу матчем, который я очень советую вам пересмотреть, обыграла сборную США. Я считаю, что это был самым серьезным матчем на этой Олимпиаде и по накалу, и по всем показателям. Но после победы над США я считаю, что сборная России уже пророчили победу над Индией, однако все получилось не так просто. Сборная Индия тоже обладала хорошим составом и мы посмотрим самый интересный момент. Матч складывался для России весьма непросто, даже с самого начала. И в первом мини-матче, напомню, что два мини-матча предстояло играть в каждом таком матче. И в первом мини-матче шесть партий завершилось в ничью. Все партии завершились в ничью, однако при этом была совершенно полнокровная борьба на всех русских. Итак, вот в этом сумасшедшем дебюте, названием «Защита Грюнфельда», который является одним из важных таких вот оружий Яна Непомнящего, одного из наших самых сильных шахматистов России и мира, естественно, в исполнении именно Яна. Совершенно головокружительные варианты всегда можно увидеть. Ну и вот возникла такая достаточно неоднозначная и интересная позиция. У кого здесь лучше, у кого хуже, сказать сложно, но позиция крайне интересная. Слон d7, белый напаль на ладью, пограживает ход c5. Ладья f8 и делал ход Гуджрате ферзь e5. Возможно, что c5 в этой ситуации было сильнее. Ну что же, давайте посмотрим, что же произошло дальше. После хода ферзь e5 у Яна был тычок, связанный с ходом b3. b3 освобождало поле на b4 и позволяло оставить короля белых в центре, при случае нанести разящие удары на f2. Поле f2, как мы видим, в определенной степени под рингет. И, недолго думая, Ян накидывает целую ладью. Ход, безусловно, интересный. Но насколько он корректный, мы сейчас посмотрим. Король f2, ладья f8. Вместо хода ладья f8 был какой-то совершенно фантастический ход ферзь a7. Я, честно говоря, увидев то, что предложила здесь машина, но, честно сказать, понял, что мне надо завязывать шахматы, потому что такие ходы тихие, это уже перебор. Итак, после шаха на f8, король e3, конь f5, король d3, шах на d3, король c2, конь d4, король b1. Казалось бы, что атака завершается тем, что белые спасаются, но после шаха король a3, ладья f2, и теперь черные угрожают взятием пешки на a2, у них все прикрыто. И, по сути дела, вечный шах не за горами. Слон e6, король f8, ферзь d6, король g7, и партия завершилась повторением ходов. Вот такая вот совершенно, опять очередной триллер, очередной боевик, ну, с ничейным исходом, с хэппи-эндом для, наверное, индийского шахматиста, потому как Хьяну такие позиции выигрывать не привыкать. Такие матовые идеи он провел уже тысячи. Итак, крайне интересная была партия. Не безошибочная, естественно, но если вы хотите разобрать ее более подробно, я очень советую. Следующий момент как раз-таки из этого же матча, который был весьма непрост, случился в партии Леши Сараны против Прага, Прагнананда, индийский продиджа. Ну и вот в этой позиции вскоре, как мы сейчас увидим, возник такой эншпиль достаточно быстро. Разменялись практически все пешки. И вот здесь в какой-то момент Леша взявнул переход в такой, в общем-то, эншпиль весьма неприятный. И здесь, конечно, любителям, любителям вот таких вот эншпилей, я очень советую разобраться, выиграна ли эта позиция у белых или нет. Но так как черный король отрезан, и у белых есть возможность организовать пешку Е, я думаю, что шансы все в этой партии у Прага были весьма серьезные. Однако, давайте посмотрим. Он сделал ход король Ц4 и дал возможность пойти ладья Д2. В отличие от этого хода король Ц4 вполне возможно, что стоило просто пойти Ж3 с последующим ходом Ф4. И в этом случае оценка позиции, ну, как можно сказать, что понятно, что черная позиция близка к тяжелой. Но, однако, любителям как раз-таки докопаться до истины и найти, посчитать все варианты, я советую этот эншпиль разобрать в домашней тиши. Король Ц4, Леша играет ладья Д2, очень важный ход, теперь король не проходит по этой линии, потому как вороникновении короля на Д5 равнозначно было поражение. Король Ц5, Х5, и вот теперь уже белые, несмотря на то, что у них лишняя пешка, немного не успевают. Ж3, король Ж4, и еще одна маленькая неточность, на мой взгляд, все-таки стоило пытать счастье ходом Ф4, после которого могли бы возникать сложные варианты, скажем, ладья Х2, ФЕ, и пешка Е очень сильна. Здесь все зависит от темпов. Ну, вполне возможно, что черные спасаются, но, опять-таки, им нужно делать очень много точных ходов. Итак, пострелок от Х4, и ладья Д4, ладья Ф6, король Х3, важный ход. Мы видим, что активность черного короля здесь решает решающее значение. Ладья Д6, ладья Б4, король Д5, ладья Е2. Таким образом, черные успевают создать важную контр-игру. Ну, последним шансом за белых был ход Ф4, но в этом случае после ЕФ, ЖФ, король, скажем, Х4, Ф5, черный король еще отрезан, но позиция на самом деле ничейная, потому что черные могут успеть просто знаменитую идею, связанную с отдачей ладьи за пешку Ф, в районе где-то поле Ф7, и пешка на Х2 с королем осуществляет патовые идеи, патовые конструкции. Поэтому сыграл праг ладья Ф6, но после хода Е4 выяснилось, что от хода Е3 нет защиты, это означало то, что пешки Ж и Аш, по сути дела, падают. Король Д4, еще один точный ход, король Ж2, по сути дела, стойка, и теперь уже взятие на Ф2 угрожает, и после взятия дым рассеялся, и Леша спас такую, в общем, весьма неприятную импозицию, что, безусловно, было на руку нашим. Ну, а дальше, дальше мы идем уже ко второму матчу, который, в общем-то, был совершенно диким по накалу, и, безусловно, начнем мы с партии Харики против Александра Костенюк, и быстренько мы пробежимся здесь по дебюту. Дебют сложился в пользу Харики, это знаменитая позиция получилась, и которая возникает часто из защиты Гринфельда, перевернутая, так называемая, идея. И вот после Ц5, вот, Саша решила укрепить центр, то есть, вот таким вот образом, пешку на Т4, обеспечив себе защищенный проходной в центре. И, в целом, ничего не предвещало здесь, наверное, какой-либо опасности, но, скорее всего, в черном стиле попробовать сыграть и в 5. Ну, Саша сыграла слишком просто, просто, и вот после разменов, мне кажется, эту позицию Харика немножко играла слишком без заботы. А у белых на данный момент, конечно же, есть определенный плюс, потому что, просто, во-первых, сильнее белопольный слон такой позиции, есть проблемы со структурой, и в хороших руках позиция, конечно, для черных весьма неприятная. Ну, давайте посмотрим, что было дальше. Король Ж2, Харик, в общем-то, здесь неплохо расставилась, создала первую угрозу, это взятие на Д4 два раза, пользуясь рентгеном по линии Е. Король Ф8, Александр парировала. И после ладья Д3, король Ж7, Ф4. Можно было, я думаю, белым играть более, более, скажем, ну, чуть-чуть похитрее, то есть, может быть, слона вам стоило с Д5 убрать в район полицы 2, перестроиться как-то, королем побежать, какие-то поля занять, потом пытаться как-то вскрыть игру по линиям Д, по линии Е и Ф. Но от Ф4 сыграла слишком просто, однако и это дало результат. После хода А4, ФЕ, ФЕ, ЕД, ЕД. Ну, ЕД можно было сыграть, но сыграл Саша ЦД. И после Ц5, слон Ц5, ладья Е5 у белых, уже весьма серьезная инициатива, то есть, в первую очередь, это слова пешка на Ф7. Есть некоторые вопросы к королю, которые можно задать, но и, в общем-то, определенные перспективы у белых здесь, конечно, присутствуют. Ф6 было сыграно. Ф6, насколько аккуратный ход или нет, судить сложно, но теперь ладья не участвует в защите, и король немножко опять-таки приоткрывается. Ладья Е2, ладья Д8, слон Ц4, и после хода А3, вот этот ход явился, конечно, серьезной неточностью, стоило все-таки менять эти пешки. А после хода А3, в Эншпиле позиция белых совершенно без риска, и они, естественно, здесь имеют бесплатный плюс, но в этот момент Харрика, конечно, видела, что происходило на других досках, и на других досках, в принципе, картина его устраивала. И вот в этой позиции, на мой взгляд, очень странное принятие этой вот ничьи продемонстрировала индийская шахматистка. В этой позиции после хода короля А6 белые могли смело продолжать инициативные действия. Ну, можно было короля перевести, можно было ладью на Ф3, короля поставить на Д3, продолжить активные действия, связанные опять-таки с королем, вытащить дополнительные какие-то движения, связанные, возможно, с ходом Ф5. Ну, в общем, здесь белые могли мучить очень долго и весьма неприятно. Но случилось, как случилось, и это, безусловно, окрылело наших шахматистов, в том числе, и ничья в такой позиции, это, конечно, было за счастье. В это время белые имели прекрасную позицию на доске последней, где играли девушки, а именно играла индийская шахматистка Дивиа Дишмох против Полины Шуваловой, и вот этот план, который со времен еще Роберта Фишера, достаточно простой для белых, в общем-то, Дивиа и продемонстрировал. В этой позиции, конечно, как мы видим, у черных только одна лишь легкая фигура защищает целый фланг, а все фигуры черных сгрудились на ферзевом фланге, в то время как у белых большое количество легких фигур, которые будут атаковать короля. В общем, позиция была крайне здесь уже тяжелой, и стоило, возможно, уже двигать какие-то движения, связанные с ходом Д4. А так последовал от Полины очень быстрый ход с Луны Ф8, и здесь, вот где-то здесь, как раз Харрика и поняла, что позиция здесь у Полины крайне тяжелая, практически, на самом деле, безнадежная. Найди белый здесь в правильный ход, и надеюсь, что вы его уже нашли. Ну и, в общем-то, решал исход матча, ну, может быть, не то, что матча, именно этой партии, именно этой партии, конечно, я оговорился, взять слоном на А6. Идея в том, что сразу происходит развал позиции, потому что после ЖАЖ следует шаг, и следующим ходом Д4 белый ферзь попадает в район Поли А7, и просто-напросто ставится мат, настоящий мат. Ну, а в случае, если этого слона не берут, то слон возвращается просто на Ж5, и Поле Ф6 в дальнейшем белый также в него вторгается. Позиция совершенно безнадежная. Но, благо, случилось немножко все по-другому. Диеви сыграл Ферзь Д2, то есть приготовил эту же жертву. Король А7 опять-таки сыграл и Д4, пытаясь перейти к упущенным возможностям, конь Д7. Полина поняла, что надо срочно всех в защиту тянуть, но было немножко поздновато. И вот в этой позиции у Диеви был большой перевес. Понятно, что позиция черных улучшилась, укрепилась, и еще надо выиграть такую позицию. Понятно, что у белых колоссальный плюс, однако в этой позиции нам просто-напросто повезло. И через несколько ходов упущены были возможности у белых прямой победы. Вот в этой позиции оборвалось время у индийской шахматистки, и после чего было на защитном поражении. Одновременно в этот момент Андрей Исипенко имел приятную позицию с Нихал Сарином, и развил очень сильную инициативу под дебюту. Имел очень сильную позицию. И вот где-то в этот момент, опять-таки, Нихал Сарин потерял очень много времени в дебюте. Сыграл Андрей немножко нечетко. Стоило предварительно дать шаг на Н5 и после хода Ж6 вернуться на Е2, дополнительным образом создав неприятности. Однако был сделан сразу ход Ферзь Е2, и у Сарина здесь была возможность спасти партию ходом Конь Б4, однако он сыграл Ладья Д8, и после Ферзь Е6, вот в этой позиции, которая, в общем-то, ближе, наверное, к равенству, опять-таки, у черных есть спасительный ход Конь Б4, который позволяет подменять несколько фигур. Случилась та же самая ситуация, которая случилась у партии с Диви. Таким образом, две вот эти вот партии, где белые должны были, ну, индийская сторона, скорее всего, набрала бы как минимум одно очко, они, по сути дела, завершились в пользу сборной России. Ну, и опять-таки, самым главным, конечно, противостоянием была партия в этот момент, которая продолжалась. Это партия между Александрой Горячкиной и многоопытный знаменитый Хампи Конру. Ну, здесь, что можно сказать, по дебюту белые стояли чуть поприятнее, я помню, что в этом варианте не все так было гладко, и очевидно, что Конеру перепутала в дебюте некоторые ходы, и получила достаточно противную позицию с пешкой Д. У белых очень сильная проходная. Ну, и впоследствии вот такая вот проходная. Белые могли играть, конечно, Саша могла играть сильнее, потому как черный ферзь на Д7 являлся блокером проходной, и это не всегда есть хорошо. Точнее, что ферзь самый худший, как говорится, самый худший фигура для постановки блока. Ну, и в дальнейшем, вот я могу сказать, что Александр хорошо провела большую часть этой партии и поддавливала по праву, и в дальнейшем, ну, так вот, если присмотреться целиком к этой партии, она провела отличный совершенно пример тяжелого фигурного окончания, как написано в разных книгах, в таких случаях, провела совершенно блистательную партию. И такие партии, такие учебные примеры, они, конечно, развивают вообще шахматистов, и я очень советую вам эту партию пересмотреть многократно, для того, чтобы оценить технику нашей шахматистки. Она была практически безупречна. Вот таким вот образом Александра эту партию важную выиграла, и, по сути дела, обеспечила нам победу. Но, как мы знаем, золото Олимпиады было разделено, и Индия тоже получила золото в связи с этими определенными конфузами, связанными со связью в интернете. Ну что же, вот такие вот примеры. Я считаю, что наша команда по праву заслужила быть первой в этом противостоянии. И матч с США, это, наверное, лучшее достижение в плане шахматном командном именно игре. По командной игре были просто на 10 баллов из 10 возможных. Ну и, в общем-то, на этой ноте я с вами и с обзорами сублайн Олимпиады прощаюсь. Увидимся. Думаю, что на следующей Олимпиаде будут учтены наверняка новые и регламенты, и новые правила, которые постоянно, о которых всегда велись дискуссии. Ну и пожелаю нашей сборной дальше прогрессировать, дальше побеждать, и побеждать красиво в том числе. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»